Добрый вечер, дамы и господа! Поздравляю вас с восьмым днём Хануки! Еврейское образование не будет полным только на знании истории и лингвистики. Еврейское образование должно в себя включать в первую очередь знание еврейского закона, Аллахи, и бесспорно знание Мидраша, Драшот, который учит нас очень важным уроком в служении Всевышнему. Итак, прослойка от восьмой свечки Аллаха и Драша. Талмуд говорит, что если вечером, эры в шаббат, в пятницу, у человека есть всего одна свечка, на что её использовать? Чтобы зажечь свечку для Хануки, исполнить Мидсву Хануки, или же чтобы зажечь субботнюю свечку, которая будет освещать его дом? Но Талмуд говорит, зажигайте субботнюю свечку, потому что мир в семье шаломбает важнее. И это было стандартной Аллахой в течение, можно сказать, практических двух тысяч лет еврейской истории. Однако, последние сто лет, скорее всего, Аллаха совершенно обратная, как утверждают многие еврейские законодатели, а может быть, даже и все. Еврей, у которого есть всего одна свечка, в пятницу, ближе к вечеру, ближе к шабату, должен зажечь, использовать её как ханукальную свечку, потому что исполнять Мидсву субботних свечей он может, сказав браха, на электрический свет. Однако, при этом надо быть очень осторожным. Согласно современным законодателям, LED-свет, поскольку он не имеет нагревающиеся и сияющие вольфрамовые нити, браха не имеет, поэтому, бесспорно, надо будет включить LED-свет, подразумевая, что этим исполняется Мидсва свечек субботних, а одну-единственную имеющуюся свечку использовать для зажигания хануки. Теперь Драша. Я бы хотел процитировать высказывание Любавического Рэбе, который сказал, что история хануки с несгораемым маслом является символом для того, что происходит в душе еврея, который жил жизнь. В его храме, в его сердце произошли очень нехорошие изменения. Он был осквернён и испачкан. И неважно, насколько сильно осквернён храм внутри сердца каждого еврея, говорит Любавический Рэбе, Если этот еврей примет решение служить Всевышнему и очистить свой храм, там всегда найдётся один кувшинчик чистого масла, из которого можно будет зажечь минору в сердце каждого еврея. И даже если этого масла будет недостаточно, и гореть оно может только короткое время, Всевышний сделает чудо, и оно будет гореть намного больше, чем это изначально подразумевалось. Всем радости и счастья в служении Всевышнему. Ханука Самех. С вами был Барух Юабов. С вами был Барух Юабов.